Всем привет, друзья! Продолжаем играть в Oceanhorn. Добрались мы до этого парящего острова. Давайте подробнее здесь осмотримся. Это не шевелится. Рыцарь в форме статуи. Или статуя в форме рыцаря. Что там? А, смотрите, они подглядывали здесь. Вы понимаете, кстати, внизу кровит, кровит. Они, получается, столько подзорных труб тут наверху расположили. Ой, а в этом можно посмотреть? Ничего себе! Отсюда виден твой родной остров. Вон твой дом, а вон и речка. Куда ты с отцом ходил купаться? А с кем он разговаривает, интересно. Открыть новый остров. Родной остров. Получен приз. Нежданчик. Такое, что тут еще можно сделать? Луч смерти. Ученый муж и герой земли. Расчистить вход к великому ядру. Выучить историю... Там просто буквы как-то вместе написаны. Не очень здорово читать. Что-что-что-что там. Выучить историю Аркадии. Адалей врага при помощи луча лазера. Вот это что-то интересно. Ой, тут какие-то механизмы. Ой, я его отключил? Да, ребятки. Его можно... Этой медалью. Ударом мяча. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну это серьезный какой-то лазер. Так, и не пройдешь. Ну там, наверное, скорее всего придется двигать мне ящик этот металлический. Я тут думаю, может быть, есть другие какие-то все-таки маршруты. Но что-то не видать. Что-то не видать. А, вниз мы попозже попадем. Вот этот, хотя можно, наверное, уничтожить камень. Давайте попробуем это сделать. Да, без проблем. Все очень просто. Главное не свалиться. Хотя он не падает. На самом-то деле... Рыбы мы пока так еще не половили. Нет, тут бомбы не уничтожить. Засыпало проход окончательно и бесповоротно. Нельзя! А, все, я понял. Мы вырубаем вот, наверное, таким образом, да, этот лазер? Или он... А-а-а-а! Я понял. Он только с одной стороны видит. Тогда можно не выключать. Но ящик почему-то не двигается. Так, все, ладно. Вырубим на всякий случай. Так, тихонько. Тык-тык на подкрадушках. У него за спиной. Это какая-то система защиты, скорее всего. Местные тут навыдумывали. Великое ядро. Заперто. Как и предполагалось. Как попасть вот к этому сундуку, например. Вот здесь какая-то статуя девчонки. Любопытно. Кто она такая? Почему ей поставили тут статую? Все факелы горят. Я так и не понял. Надо, наверное, отключить? Или не надо отключить? Лазер, конечно, жжет. Сильно. Ой, там птица. Враг. Птица-враг. Откуда она просто взлась? Может быть, в мишень шарахнуть разок? Точно. Вот отсюда. Я думал, просто с другой стороны, типа, надо стрелять. О, открыли. Наконец-то. Ты глянь на нее, какая она ловкая. А-а-а! Блин, что ты делаешь? Загорелся. Блин, торопился. Лазер не сильно забирает, на самом деле, здоровье. Это, конечно, плюс. То есть, если бы он там сносил в секунду по сердечку, я бы уже просто помер. Зачем он? А, все. Тут обходные пути. Чикпоинт. Прекрасно. Новые крутые противники. Какие-то механизированные носороги. Вау. Так, где моя бомба? Нет-нет, не рыбалка. Не удочка. Я, конечно, на удочку хотел бы поймать носорога. Возможно, отстанет меня. Обалдеть. А они реально огромные. Так. Одолей монстров каждого вида в игре. Получен приз. 15. Знаток. Короче, знаток монстров. Получается, новых монстров больше мы не встретим. Мы увидели всех монстров, возможных в этой игре. Это, с одной стороны, обидно, а с другой стороны, все-таки, это достижение. Стоп, а тут можно же зайти. Куда это? Мы попали тут скелетоны. Этих мы уже, ребят, встречали не раз. О, нет, замораживать пока его не будем. Он слишком далеко. А на ту сторону не перепрыгнуть. Это тоже какие-то обходные пути. Вот мы будем сюда спускаться, и можно будет выйти. Понятно. Тогда наверх. Тут у них даже есть свой водоем. Обалдеть. Че-то черепахи начали опять двух раз убиваться. Что такое? До этого меч был настолько прокачан, что один удар, и ты победитель. И тут тебе опять здрасте. Тут нужен ключ. А тут у нас ураганное убежище. Видимо, мы откроем его пункт, используя ключ, который нужно найти. Музыка очень-очень просто крутая. Еще одна статуя, девчонки, опять. Че он там в руках держит? Видимо, ту реликвию, которую нам нужно тут отыскать. Заключительную третью. Пять там носороги бродят. Ну, здоровый, здоровый. Может, магия их попробовать сначала? Слегка так расслабить, а потом уже вступать. В бой. Че запни? Та сруби, ты уже там два куста попасть не можешь. Ой, тут даже кто-то обитает. Вот тебе на... Ты кто вообще такой? Мужчина на парячьем острове. Красавчик. Ты вообще кто-то... Ну да, тут остров, два человека живет. Эта деревня, крепость, выглядит довольно угрожающе. Что же может быть там внутри? А мы были же вроде бы в крепости. Зачем же ты такие вопросы задаешь? Вводишь меня в какое-то заблуждение опять. Женщина на парящем острове. Ты говоришь, что прилетел сюда с земли. Тебе нужно увидеть... Увидеться с магистром Людвигом. Он сейчас в своем кабинете. Да, мы с ним увидимся, но немножко позже. Я, кстати, нашел два окровита из пяти на этом острове. Как оказалось, остров не такой уж большой, но тут у нас еще есть подземелье. И вот там может быть, конечно, что угодно. Там могли напридумывать столько коридоров, комнат, всяких ловушек. Ой! Здрасте. Давайте его попробуем заморозить. Работает. Так, прожди, жизнь у него уходит. Заморозить-то я его заморозил. А, у него щит, блин. Его надо было, видно, обойти. А я по счету его бью и думаю, что он не погибает. На тебе бомбу. Короче, бомба максимум эффективный противник. Отстань. 15 единиц опыта дают за этих ребят. Я сразу даже не подметил, что так много. Как, 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 это самое, 7 ворон. 7 с половиной даже. Нет, 7 и 1-3. Так, ну что, еще раз по старой схеме. Можно еще раз попробовать его заморозить, только на этот раз давайте атаковать его со спины. С одного удара, да? Вот так вот. Вот так вот другое дело. У него там какой-то баллон получается на спине. И по нему бьешь, он сразу как бы становится историей для нас. И еще одна статуя этого рыцаря. Ну, уже не первый раз он нам встречается. Двигать его никуда нельзя. Он так тут для красоты тусует. Здесь можно уничтожить какие-нибудь... Какие-нибудь проходы откроются? Нет. Опять там птица. Стоп, куда это мы прибежали? Мы прибежали на самое начало. Вот тебе она. Я заблудился окончательно. Ну да, я на карту что-то не смотрел. Вот эта вот штука, правда, мы отключили. Это что-то новое было. Где-то... Где-то что-то мы рубанули. Ладно. Может быть, слушайте, надо... Так, и сюда. Сейчас мы расправимся с этой птицей, чтобы уже нам никто не мешал. С лука... Нет, с лука мы тут не выстрелим. Ладно, выключили и выключили. Будем дальше разбираться. Мне бы назад как-то... А, все, тут один маршрут. Только... Только теперь сюда бежать. Цензура. За деревом все произошло. Так, так, так. Выбрасывает камень. Ну, давайте тогда отправляемся к старости этого острова. Или кто он там? Губернатор. Тут лесенка есть наверх. В прошлый раз не приметил ее. А, ну, нет, вот тут я точно не был. Вау. Так, где прячете крови, ты признавайтесь. Наверное, только сюда. Иху. Ой, а зачем мы так высоко поднялись? Толку от этого? Положили бы тут какой-то сундук, что ли. То я так лихо тут пропрыгал. А никакого вознаграждения в итоге не получил. Давайте в домики позаходим, посмотрим, как живут тут, ребятки. Кто такой? Ученый 3. Великое ядро было огромным источником энергии в древней Аркадии. Оно было связано со всеми островами Аркадийского королевства. Коммуникации, механизмы, и все работало через него. Именно благодаря нему у нас есть доступ к старым архивам, и мы даже можем использовать часть его вычислительной мощности. Жаль только, никто не понимает программного кода. Ой, у них тут персональные компьютеры. Нормуль, парни. Ой, там мед на полке. Так, я просто посмотрел. Все, 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 я поставил на место. До свидания. Так, а в первый дом, да ну бабулька, мы позитие, стоп. С Людвигом, а, с магистром. Магистр Людвиг, а я его назвал и старостой, и этим самым губернатором. Но никак не магистром. Может быть тут мы и магистра йоду встретим, посмотрим. Продавец. Добро пожаловать в мой магазин. Что тебя интересует? Вау. Вау, меня вообще интересуют сердца. По, по, по 100 за штуку. Такого нет. Такого у них нет. Не буду ничего тратить. Знаете, по какой причине? Потому что нам нужно в Тикарелле просто скупиться на 2000. Сейчас я тут потрачу всего-то 200 монет у меня. И потом, что мы будем делать в Тикарелле? Ничего, не за что будет там приобретать предметы. Так, десятый круг. Круг почета вокруг бабульки. Чтоб ей не было скучно. Забираем монетку. Откуда лестница идет? Обалдеть. Тут по домам мы пошли, как Ассасин Крид. Просто ассасины курят в сторонке. У! А вот тебе и магистр. Ну вот я и дожил. Дожил до дня, когда увидел храброго юношу на летающем корабле. Меня зовут Людвиг. Я аркадийный магистр. Добро пожаловать на парящий остров. Мы все потомки аркадийцев, трилот, темная энергия созидания, подняла этот кусок земли и отделила нас от поверхности тысячи лет назад. Ты ищешь эмблему Солнца? Это напоминает мне о старых временах. У нас была традиция. Каждый год мы выбирали молодую девушку, которая будет представлять Сол, богиню света. Мы давали ей эмблему Солнца, а она приносила людям радость. Эти статуи, получается, с эмблемой Солнца стоят теперь. 20 лет назад у нас произошла большая трагедия. Ученый, изучавший аркадийный код, сошел с ума. Он говорил, что слышал, как дух из машины пообещал вернуть парящий остров обратно на землю. Все, что ему нужно было сделать, это эмблема Солнца. То есть, все, что этому духу нужно было. В нашем отчаянии мы поверили его обещаниям. Да вроде норма они тут на острове живут-то. Что там? Вроде людишки в количестве. Ага, а вот и отец нашего героя. Он увидел, типа, падающую звезду, но на самом деле это была-то девушка. Никто не знает, что с ней произошло. С этого дня эмблема Солнца считается утерянной. Твой дирижабль разбит, и твое возвращение на землю теперь невозможно. Но ты не переживай, скоро ты привыкнешь жить здесь. Нормально вообще? Не-не-не, мы сейчас будем прыгать с этого острова. Опа, это тот безумный ученый, или кто это? Кто это такой подслушивает? Что у них тут? Что у них тут за Санта-Барбара? Сейчас мы тут порядок наведем. Огонь на места. Эти рыцари не оживут ли? Магистр Людвиг. Мы люди неба. Наблюдаем за событиями на земле при помощи наших телескопов. И записываем все, что видим. Мы посвятили свою жизнь созданию летописей нашего королевства. До и после катастрофы ты можешь покопаться в наших архивах. Сторонники черной магии. Это книга о Мироте и его запретной магии. Похоже, он был не особенно приятным человеком. Это все? Это все, что я могу изучить. Я как-то рассчитывал на больше подробностей. Ладно. Как скажешь. Дедуля. Почти, а где сундук? Где сундук? Стоп. Ой, блин, что это было? Я же перепугался, что-то он сквозь орванул. Тут где-то, видите? О, вот он сундук. Ой, он упал на меня? Вот. Нормально. Ты нашел простой ключ. Что-то с сундуком происходило невероятно. Какая-то сверх... Сверхбезумная левитация. Хроники, том 2857. На третий день лета один из ученых стал свидетелем исторического события Собу. Вооруженный красным клинком, вступил в бой с живой крепостью Силорком. У роковых рифов битва длилась долгие часы, и наш люд собрался вокруг, чтобы лицезреть это событие из телескопов. Силорк бросился в последнюю атаку, испуская лазерные лучи и разбрасывая гранаты вокруг. Но раненый Собу все еще не потерял отваги. Он уклонился от броска и по самому рукоять воткнул свой красный клинок в голову Силорка. Силорка. Я вечно это ударение туда ставлю. Архимед, великий изобретатель. Это книга об Архимеде. Она повествует множество увлекательных историй об открытии. Я, кстати, получил приз «Ученый муж». Вы выучили историю Аркадии. Значит, блин, я прозевал там. Архимед, великий изобретатель. Это книга об Архимеде. Она повествует множество увлекательных историй об открытии. Тирамиды и создании живых крепостей. Знаменосец. Ребятки, получен новый уровень. Теперь вы знаменосец. Ты можешь переносить до 20 стрел за раз. Расходные предметы были восстановлены. Очень хорошо. Ученые 2. Мы пробовали спуститься на землю без успеха. Единственный способ это сделать. Выключить термитный двигатель в ядре острова. Называемым великим ядром. К сожалению, вход в него заблокирован. Вот если бы у нас были бомбы. Пещеры на нашем острове очень глубокие. Мы могли бы заложить взрывчатку у кобелей под входом в ядро. Да-да, это могло бы сработать. Но тут нам такая подсказочка жирная. Так, мемуары. Один из моих прадедов был там, когда Мизмирот плыл в Аркадию, неся Трилот. Против него мы подготовили нашу лучшую защиту. Три великолепных живых крепости, именуемых Оушенхорн, Силорк и Уку Турсу. Но все было напрасно. В одно мгновение Трилот разросся, пожирая весь свет на своем пути. Уже к полудню Аркадия существовала только в воспоминаниях и мечтах. Наша защита живых крепостей была осквернена Трилотом. И машины принялись искать своих утраченных хозяев. Долгие годы мы наблюдали за событиями на Земле из телескопов. Но не нашли и следами Змирота. Возможно, что даже он погиб в катастрофе. Ученый 4. Великое ядро управлялось при помощи священных эмблем. Возможно, мы не сможем выключить его, даже если попадем внутрь. Но нам нужно верить. Уф, трудно же верить, будучи ученым. Да ладно, не парься, все получится. Сейчас мы вам тут все возле кабеля бомбу заложим. Ядро отключим. Все будет чики-пики. Ученый 1. Ух ты, землянин. Крайне занимательно. Но меня больше интересуют механизмы. Возможно, ты видел металлические врата по пути сюда. Эти врата ведут к ядру острова и к механизму, который удерживает весь этот остров в воздухе. Уже сотни лет мы пытаемся отключить его. Некоторые ученые, вроде меня, сошли с ума в попытках разгадать древний аркадийский код. Пока же нам так и не удалось добраться до ядра. Врата плотно заперты. Да надо просто вырубать вот эту вашу фигню. Сейчас я тут разберусь за 2 минуты. Они тысячи лет летают, не могут понять, что к чему. Может быть, вот эти штуки все-таки куда-то нас ведут? Давайте попробуем прям за ними сходить до конца. Они потихоньку начинают разбегаться. А вот исчезли. Вот и все. То есть бесполезно, на самом деле, оказалось. Так, отсюда мы пришли. Здесь мы посмотрели все. Ну, ключик у нас появился. Вот здесь мы еще не были. Да, давайте поднимемся наверх. Кто такой? Человек с телескопом. Мы знаем многое о землях под нами. Да, безусловно, это так. Ну, конечно, зырить там с высоты птичьего полета. Слушайте, чем люди занимаются внизу. Уааа, блин, я бутылку выкинул. Представляете, что-то может произойти с острова так швырануть. Девушка на парящем острове. Каждый здесь знает историю о девушке, которой удалось сбежать. Я хотела бы быть на ее месте. Просто так свалиться вниз к приключениям. Интересно, что с ним произошло? Ну да, там высота, будь здоров. Свалилась она и труба ей. В общем, сбежать она хотела. Должно быть, это тот самый остров усопших из детских страшилок на горизонте. Ой, мы новый остров открыли. Это круто. Это значит, что спустившись вниз, мы сможем путешествовать в новой локации. Загадочный человек. Послушай, они говорят тебе все правды. Отсюда можно сбежать. Найди ключ от ближайшей пещеры. Спрятаны в кабинете магистра. Приходи в самый конец пещеры. Я буду ждать тебя там. Если тебе нужна подсказка, найди красную книгу в доме по соседству. Офигеть. Что вообще происходит? Это заговоры. Интриги, скандалы, расследования. Неожиданно. Не говорят тебе всей правды. То есть они не хотят, чтобы отсюда люди сбегали. А о какой книге идет речь? А ну-ка, дедка, лись. Покопаться в архивах. Я уже тут все перечитал. Книг у вас не особо много. Я смотрю интересных. Ну, не знаю, не знаю, что нам тут. Еще разочек. Круг почета. Тут ничего не поменялось. Да и в той стороне, я уверен, тоже. Будем ли мы подниматься наверх? Давайте еще наверх, наверное, залезем. Я так спрыгнул в одну сторону. Там можно просто еще, по-моему, в другую сторону по крышам пройтись. А нет, особо далеко ты тут не уйдешь. Хотя вот там... А, нет, тут телескоп тоже мы смотрели. Да, тут все я уже осмотрел. Куда дальше? Надо использовать ключ, по всей видимости. А, тут еще остались сундуки. Попробовать их... Открыть. На карте сундук виден, но так что-то я к нему не могу пока что подойти близко. Но он на возвышенности, да? Да. Значит, сейчас мы будем тут тайными тропами подниматься наверх. Ага. Вот оно. Я его, кстати, сразу не заметил. Сколько раз я тут бегал. Ну, правильно, головой, конечно, вниз нырять. А! Ты не хочешь перепрыгивать тут. О, получилось. Зачет. Один сундучок мы нашли. Сколько? Сто опыта. Прекрасно. Прекрасно. Это лишним не будет. Где второй сундук? Ага, понял. Тоже... Та, ну, не торопись. Ты сможешь. Ура! Так, только не упасть. Зачет оба сундука. Ну, три стрелы, блин. Либо что-нибудь получше положить. Вот это настоящий облом, когда ты такой бродишь-бродишь. Кстати, заминировать трубу там говорили. Ну, пока мы здесь. Давайте что-нибудь попробуем взорвать. Нет? Да нет? Наверное, нет. Ну, что ж, пойдемте использовать тогда ключ. Ничего как бы другого нам не остается. Так, спокойно. Лазер. Не кипятись. А, там, кстати, кого-то надо было при помощи лазера победить. А ну-ка, давайте заманим этого носорога. Дойдет он? Тут узкие проходы. Но он... Но он хорош. Так, нужно кувырок срочно. Слушайте, ну, у него долго жизнь уходит. Надо его, наверное... Немножко... Немножко... Мечом... Тоже, как бы, помогать. Так, куда же ты, блин, держишь? Вот так мы ему жизни чуть сняли. Давай-давай, лазер. Блин, ну я не знаю, сколько раз еще нужно так сделать. Да что ж ты бомбу выбрасывай, блин. Зачем бомбу? Я хотел кувыркаться. Че-то я совсем... Совсем не фартовый. Сейчас я быстрее погибну, чем этот носорог. Та ёхан и бабай. Два с половиной сердца осталось. А он никак не подыхает. На него вообще урон наносит лазер. Птица попала под раздачу. Он ее шарахнул своим мечом. Это прикольно. Такого я не ожидал. Ну, мне кажется, почти еще разик-а-2. Блин, да и меня тут тоже разик-а-2 еще шарахнуть. Есть победа! Давайте приз. Одолей врага при помощи луча лазера. Шикарно там насыпали опыта. Еще и приз. Луч смерти получен. Приз, правда, сердечек осталось. Ну, совсем ничего. Но цель достигнута. Единственное, с блоком у нас какая-то подстала. Может быть, нужно будет начать новую игру и просто заблочить какое-то количество атак и получим там этот приз. Не знаю. Другого пока что. Решение сложившейся ситуации Я не вижу. Та-та-там-там. Так, куда бежать? Где выход, я говорю? Блин, слишком много бомб. Надо было замораживать его и по спине бить. Так бы дело пошло быстрее. Ну, я с перепуга. Там просто осталось совсем мало сердечек. Я такой, как-нибудь его быстренько победить. Вот он у нас ключ. И давайте использовать его. Ураганное убежище. Ого, врагов очень много. Странно, что я вроде как блок ставлю. А у меня пробивают все равно. Кудем же ж такой блок. Врагами оказались летучие мыши. Изи. 10 бомб. Шикарно. Вот эта находка классная. Ну, на самом деле, на карте столько было красных точек. Я такой, думаю, ну все, короче. Сейчас тут будет файт знатный. Оказалось, что это все летучие мыши. И их очень просто при помощи лука и стрел. Победить. Опа. Музычка заиграла. Что это значит? Музычка заиграла. Что тут какие-то секреты? Или же нет? Мне нужен еще один ключ. Это можно уничтожить? Вот тут вот тут. Подушить огонь. Разжечь огонь. Недостаточно, блин, магии. Скорее всего, потушить. Но что-то вроде или не сработало, или я не понял, что происходит. Короче, как-то можно добыть еще один сундук, но не получилось пока что. Дайте магии чуть-чуть. Какое-то скучноватое тут подземелье, слушайте. Ну, в том плане, что... Где, блин? Где, блин, лабиринты? Только что нас там пугали, что у них тут... Ключа у нас нет. Ключ, наверное, в сундуке. Чтоб загадку эту решить. Вообще, по логике, надо, типа, заморозкой было взаимодействовать с огнем, и должно было произойти чудо. Но оно не произошло. Странно. Я думал, мы как-то по сюжету, да, поспустились подвал, чтобы двигаться дальше по сюжету, но это не так. Ну, надо, конечно, решить ту загадку, только пока что я что-то не соображу, что от меня там хотят. Как ее решить? И вообще, мне магия нужна... Вроде бы нужно было потушить... О, магия, наконец-то. А, ну, в смысле, восстановление магии. Вроде как, просто нужно было потушить этот факел, и должно было случиться чудо. Блин, ты не бросаешь же, что вниз кувшины, что ты делаешь? Давай еще разу-то сбежим. И куда делся вообще этот подозрительный человек? Надо почитать дневник. 5 секунд. Так, магистр Людвиг. Вот, загадочный человек. Послушай, они не говорят тебе всей правды. Отсюда можно сбежать. Найди ключ от ближайшей пещеры, спрятанный в кабинете магистра. Приходи в самый конец пещеры. Я буду ждать тебя там. Если тебе нужна подсказка, найди красную книгу в доме по соседству. Красную книгу в доме по соседству. По соседству от чего? Где тут ближайший дом? Здесь домов нет в этом направлении. В доме по соседству. Да нет тут поблизости домов. Обманывают меня. Реально, где ближайший дом? Красную книгу в доме по соседству. Может быть имеется ввиду от того места, где мы встретились с этим загадочным человеком. Тогда, тогда... Это там возле бабульки где-то. Ну что-то красных книг я не помню. В магазине делать нам нечего. Хотя если красную книгу сейчас не найдем, и в магазин обязательно заглянем. Твоя лица кажется мне знакомым, но думаю, что это невозможно. Ну вот дом по соседству. Давайте тут помещем. Вот она. Стань лицом к рыцарю древности и не забудь зажечь холодные свечи. А, так этот ключ мы уже получили. Это даже, видите, мы раньше времени, получается, его получили. Это было... Ключ в комнате магистра мы забираем. Зажечь свечи. Это вот они горят. Потом я сюда подошел. Да, и получили этот сундук. Выпал ключ. И теперь я смог открыть проход в пещеру. И в пещере он говорит, идите до конца. Ну, типа пещеры, и там меня встретите. Но я не могу пока что пройти до конца никак. Потому что там загадку я не понимаю, как решить. Ну, наконец-то жизнь полностью восстановили. Ну, давайте попробуем. Еще разочек. Эту пещеру. Еще разочек. Так. может наоборот что зажечь вот как она тут работает оказывается вы нужно было сдвинуть в сторону догадайся пойди ты нашел простой ключ отлично потушить этот огонь я хочу но не не тушится не гаснет он атака крыс отражена то откуда же вы такие кабаны вылазить и через через щель в досках перегородим чтобы они нас сзади не преследовали так три кнопки 3 сундука нет нельзя туда ладно и на ту сторону не перебраться любопытно может быть кстати по вырубать вот эти механизмы скорее всего мы с той стороны сможем да не добраться но чекнем звука понятно не будем тратить стрелы тут что просто нужно сдвинуться с эти ящики на кнопке а понятно какую-то кнопку не надо нажимать подсказок похоже не будет тут или последовательность или или что а этот ага вот чего шинки тут происходит он не был на кнопке изначально ну теперь все будет норм я думаю наконец-то прибежим примут бережем кошельчики честь монеток вот он загадочный человек а ты уже здесь да да именно это место я имел ввиду видишь тот механизм там над лестницей ну я бомбом брось туда бомбом че-то открылась ожерелье твоей матери пропала ха вот тебе и пожалуйста герой из земли пока мы выполняли задачку нас тут в зуле расчисти вход к великому ядру 500 единиц опыта я все остановлю эти вращающиеся механизмы что у нас там получилось 4113 мы практически и практически у цели а осталось всего сто восемьдесят семь единиц опыта набрать и мы перейдем на следующий уровень не знаю что там будет но он будет 12 каждому и тут в роли знаменосца выступаем блин стрелот не потратил лишнюю ух ты ага открылся там проход в этот в это ядро получается так как птицу как блин я хочу немного опыта еще получить просто с этих ребят давайте его замораживать а и не то что делаешь не та кнопка замерзли ну так конечно их очень легко побеждать хитро придумали стрелы пригодятся ты не в тень стреляй ты в птицу стреляй а та уйди же ты балбес зацепился там за что-то чуть не помер наверное больше с перепугами чуть не помер чем чем так в игре да ну ты что творишь она же прям перед тобой была хочу следующий уровень ой как тут красиво великое ядро добро пожаловать в великое ядро вы входите в одно из величайших достояния аркадий это грандиозное сооружение является центральным узлом сообщения о аркадии а также источником энергии и процветания для всего королевства сегодня ядро соединено даже с самым отдаленными краями геи служебный отдел складские помещения большой кровит немножко как-то освещение поменялось и сразу такая вот картинка прям очень-очень приятная стала ну она как бы и в целом все очень круто выглядит я имею ввиду именно здесь как-то раз так она бросается в глаза 10 пункт пригодится пригодится нам бомбы а наверх точно служебный этаж что происходит что-то такое наверно наверно заморозить нужно ой 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 что ж ты делаешь ну давайте попробуем можно ли блин ну мимо ну что ты а просто надо толкать вот так можно даже не до конца все гораздо проще я там что-то себе уже нарисовал ой это что такое так перебросил ну а что нельзя установить там так куда ты в ногу себе стреляешь что это такое может быть лазер должен туда попасть непонятно какое-то устройство пока что с ним взаимодействовать не получается монетку конечно я выдал которую не смог подобрать но я пока вообще не пойму что от меня тут хотят а недостаточно манны я хотел огнем на эту штуку вариант ой что он кстати не закрывается от лазером а сам лазер двинуть он не может надо сейчас проверить будет я вообще думал что я спрятался ну ладно да зачем же ты бомбу мне нужно срочно подсказка что-то вы не тут перемудрили так что ж ты делаешь беги тоже это очень странно зачем сбрасывать эти ящики если тут вообще как бы никаких проблем с прохождением нет любой сдвигай и беги себе дальше может надо все заморозить любопытно любопытно но он и через какое-то время размораживается странно конечно зачем этот лазер тоже он делает а никакого решения там я не нашел может быть ну другую сторону мы не пройдем там дело в том что стоит ящик и как бы разрушена это а так ящик я могу сжечь но у меня блин закончились закончилась магия я просто такой в ту комнату забежал и думаю только там надо тусовать знаете почему потому что тут же ящик и разлом который типа не перепрыгну не пройти а у меня же ботинки принц кароходы сейчас надо ящик этот сжечь и прыгать на эту сторону делов там вот я как обычно давай наверх ладно вот чтоб с контейнеров выпало пополнял к магии нормально я кстати рад приветствовать на канале мококарт наверно правильно вот так прочитать твой ник добро пожаловать сори я не увидел просто что ты подписался вы выключены у меня уведомления я решил особо чтоб не шумела мне чтоб не мешало вот поэтому не заметил но я очень рад что ты присоединился добро пожаловать давайте проверим как работает огонь на ящиках должно все получится да ну теперь спокойно перебираемся на эту сторону здесь точно чет мы найдем сейчас складские помещения так и ящики уничтожать не будем забыл что это фигня в сторону поворачивает да ёханы бывает тут любую на в любом направлении можно идти ой что-то было и тут не совсем понятно что делать наверное с другой стороны мы сюда выйдем ага ну здесь вроде какие-то отметины на полу только похоже не все ящики двигаются вот чего-то получилось нормально с первого раза такое мне нравится эй ну нет не двигаешь что и лучше ага понятно что туда пройти нужно скинуть ящик сверху давайте да я хотел кстати все выключить вот эти вращающиеся механизмы но как я понял это наверное не удастся мне сделать вот например этот до него не дотянуться просто так отстань вау но вот этот можно рубануть зачем тут кнопка сброса опять же а вернуть типа наверх этот ящик ну да если мы его сейчас там к стене куда-нибудь предминем отлично ты нашел простой ключ простой ключ с другой стороны мы не сможем там использовать там не было никаких дверей чё делать дальше я реально в замешательстве а ну да точно посредине у нас же там как раз можно ключом и открыть дверь так что возвращаемся а замерз не быстрей я думал он короче не погиб с одного удара аж припугался так вырубаем вот эти механизмы пробуем то те которые можно вырубить не знаю к чему это приведет выставочный зал ой понял уходим ну можно конечно и так я и и и и и и и вот это вот пока что не понятно для меня штукенса никаким образом он их не активирует ну ладно знаем зато как туда уже попасть если что можно будет по-быстрому добраться туда это что такое бомба это что спал зла как-то вниз для открытия этого сундука нужен большой ключ понятно я тут уже губу раскатал тут нужно два больших ключа чтобы открыть эти сундуки а может быть мы вообще найдем один и нужно будет как бы сделать выбор какой из них хотя наверно когда мы один ключ найдем мы сможем все открывать сундуки правильно может быть лазер так а это что такое может быть лазер должен по этому глазу не знал как его назвать выстрелить давайте попробуем за него спрятаться посмотрим что будет у точно сработало ясно понятно там в пике быстрее ну теперь хоть тут какой-то свет пролился на происходящее вообще ну точнее что нужно делать выставочный зал по призму по прежнему выставочном зале механизм а вот оно как на плите наверно подсказка надо как-то туда к ней попробовать пробраться добро пожаловать выставочный зал в комнате на направо вы найдете исторический артефакт щит хроноса просим не прикасаться к артефактам в зале работает строгая система безопасности отлично у меня будет новый щит и скорее всего этим щитом я смогу блокировать эти лазеры перенаправлять вот она какая вот история от меня нравится как попасть вообще наверх и можно ли это сделать так что тут ну можно конечно попробовать от сюда кинуть например бомбу но тут нам нужен ключ значит нам другую сторону тогда нам необходимо врубить вот этот механизм сейчас надо только прыгнуть вот на эти так куда ты кидаешь с ума сошел блин стоп или рубильник все ясно понятно его нужно было сначала включить хорошо хоть 4 бомбы осталось ну куда же ты главное не падать теперь и испарку спокойно нет так теперь нужно внимательнее тут осмотреться я так думал налегке раз-два и мы прошли а там я кнопку прозевал чувствую я за бомбами сейчас придется мне бежать давай с первого раза получилось я несказанно рад чё за кнопка ну так бы сразу сказали а на какое-то время действует ой тут еще и крови ща мы одеваем свои сапоги спортивные классный лабиринт тут они заморочились максимально тут вообще все все нравится и очень интересно чем же вся эта история закончится слушать а если я рванул туда даже по максимуму в конце то я не запрыгнул а я понял мы типа должны наверно по-быстрому туда проскочить что с бомбами одна с одной бомбой тут конечно делал не получится может быть в кувшине без пяток найдется монету держи держи монету кстати четыре из пяти кровитов уже найденным надо искать конечно же бомбы сейчас вернемся там кувшины должны были восстановиться подберем ой блин ой блин бомба конечно одну я нашел этого мало да уйди же ты стрёмная махина они знали что а я забыл за магию еще магию могу использовать я все бомбы бомбы так уж не первый раз происходит так этот рычаг поднимает опускает эти штуки его кстати знаете какая как 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 я понял можно на время заморозить будет да они работают так обломить называется ладно но от этого как бы смысл не поменялся нам в любом случае на ту сторону нужно попасть там взять крутенский щит еще где-то найти ключи рвануть дальше вперед из песни так нарубаем механизм сейчас нужно будет конечно тут все быстро и тактично сделать здесь получится так меняем на бомбы кидаем бомбу промахиваемся просто расстраиваемся что так получилось так давай ботинки ботинки надеты просто просто блин андрюха с скоростной парень вот это да я думал не успею прям не верю даже до сих пор что получилось первого раза думаю мысль такая думаю так сейчас уже я тут не успеваю че там дальше делать идут тебе раз и два нас уже поджидают ребятки со счетами что можно вниз а зачем же что-то прыгнул с другой стороны у нас как сундук да еще из десяток стрел а о ау чем больше шкафки мгру чипами чо от сердечко еще нашли о его и опыта там насыпали да вроде или то монетки были чет я пропустил что там были за бонусы и не станет разбивать этот сундук не будем в смысле ящик вы трогаете изи просто изи карта да ты нашел обычный ключ великолепно его его нам как раз не хватало вниз туда нельзя за сундуком на радостях смысле за ящиком там чак так что мы можем сделать с этим все-таки проверим вдруг там что-то что-то классное внутри ничегошеньки там нет тут уже за распаунились я смотрю эти ребятки по новой по-моему все да и осмотрели что можно здесь почему тут надписи никаких нет возвращаемся назад тогда ладно как скажешь может конечно тут есть какие-то другие варианты но я нашел именно вот такой ой там рогатый уже нас ждет сейчас мы его по-быстрому порешим у нас есть магия что-то тут прям много слишком этих ребят это щит хроноса он был спроектирован архимедом еще до изобретения живых крепостей щит хроноса использовался прим на защите аркадий во времена первой войны против взлобленов он отражал солнечные лучи и поджигал вражеские корабли затем архимед задействовал ту же технологию отражения при создании лучей смерти у живых крепостей ну как я и догадывался как я и говорил что здесь будет рутенский щит который позволит нам отражать эти лазеры сейчас мы будем тут максимально экспериментировать с этой способностью с новой ну которую мы получаем благодаря этому счету ты нашел легендарный щит хроноса этот артефакт переливается всеми цветами радуги у круто выглядит симпатично хочу уже затестить как будет работать жалко ой израсходовалась энергия жалко кувшины он не разбивает таким образом было бы эффектно стоп стоп в панике все кнопки подряд нет куда ж ты упал дурка я его смог бочкой просто писать две монеты под смог подобрать вот это он достал кувшин так что мы должны дальше делать у нас тут вроде как есть маркер даже а это два сундука но ключа то нет до ключа нет значит позже мы сюда придем наверх быстро расходуют сам выносливость при использовании счета вот это мне не понравилось дайте больше выносливости что же вы делаете наверное даже против огня мы сможем нифига я же отражал огонь и поджигал корабли ну я в смысле кто там кто-то там великий при помощи этого счета не работает он как надо халтура китайская поделка не совсем понимаю я как именно им управлять ждем пока восстановится энергия очень быстро она уходит ну чё то получилось открыли одну дверь давайте туда сбегаем посмотрим там еще у нас вторая дверь осталась закрытой да дайте же хоть одно сердечко в случае экстренной тревоги используйте эту кнопку чтобы получить ключ от ядра дайте ключ от ядра сразу ха вот так значит ну раз такое дело тогда мы пустим магией только теперь как пробраться туда вопрос так а что со щитом где-то зарево синяя пропала я же говорю какая-то китайская поделка это щит они такие любопытные звуки издают них аж немножко жалко когда я крякаю так нет не падай что пишут зал охлаждения в случае тревоги используйте охлаждающую жидкость для снижения температуры ядра отпустите кнопку чтобы войти в ядро и провести диагностику повреждений ничего не понял но очень интересно вот это я забрался ой блин я случайно наступил я хотел сначала прочитать временный охлаждающий потоп использовать с осторожностью ой и куда он нам позволит добежать ну давайте еще раз ну давайте еще раз куда тогда я ход допер не сюда я хотел попасть ну и так сойдет что тут еще вверх выше можно подняться еще один сундук личном счетом какие-то обходные тропы сейчас тоже там посмотрим а возвращаемся назад понятно но там по моему еще два сундука до остались все какая наша основная задача что-то я потерял потерял нить основной сюжетной линии и вот тут мы еще не бегали шикарно нашел счастливо там сундук вдалеке он ты нашел большой ключ и можно открыть крупный сундук и большие врата на этом острове а еще я могу наверное смотнуться вот за этим сундуком да и здесь же у нас и крови что это такое золотая шестеренка за нее можно получить 50 монет ну что ж неплохо да все крови то кстати найдены пять из пяти и тоже результат и не хватает стамина хочется больший полоску и дать драться и блокировать атаки немножко немножечко не хватает и хотя бы в два раза был увеличили во время прокачки и все было чинно благородно ну так тоже как бы пойдет ну блин не побежишь долго не побегаешь только начинаешь бежать сразу все останавливаться так а где сундуки вот теперь бы вспомнить два сундука и дверь там все находится в одном помещении нужно только туда вернулся наверное в этом направлении да вот здесь как раз так замерзнет носорог когда я уже получу следующий уровень что что то так долго 4240 еще 60 единиц опыта вроде столько времени прошло я уже должен был там прокачаться 10 стрел ну вообще я рассчитывал на получше как бы презенты с этих сундуков все таки блин золотым ключом здоровым открываются такое можно и в кувшинах в обычных найти что вы блин творите обломали весь кайф я думал там опыт хотя бы будет ну ладненько давайте остается только у нас главная дверь этого подземелья почему же она не работает чего то не хватает повелитель ты слышишь меня что там за повелитель что там открытие протокола коммуникации я чую силу богов эмблемы созидания порядок будет восстановлен я буду возрожден вашим богом вот блин что за что за что за механизм такой это робот или что это тень мезмирота дух из машины но вот я же говорю что это не не живое какое то так отходим тактично сейчас мы будем его пытаться это что это ничего сейчас наверно кувшина могут первым первым делом проекта куда же ты выбросил кувшин еще и удочку взял стрелой что туда не дострелить ага я значит не могу его а нет могу стрелой попал просто он видите иногда исчезает ну прикольный враг прикольный бой интересно мне понравился кстати там в подводном царстве когда мы дрались с царем это каких там каких-то рифов блин вот когда он дочку хотел свою там обидеть это было круто ну и тут что-то любопытно но я пока пока не вижу какие тут можно взаим взаимодействия делать делать именно со самой ареной с этой локации зачем вот эти как вентиляторы типа включены давайте попробуем его заморозить получится или нет нет магия просто потратилась а мечом ударить тоже бесполезно а я заморозил блин я на него не попал ну как обычно да зачем же ты кидаешь в эти штуки так ты так и будешь гореть бомбу не докинул я хотел вообще переключиться на ботинок чтоб кувыркнуться но там проклацал все что только можно может пожечь вот эту штуку нужно или она так чисто декоративным просто тут упала ладно давайте наверное стрелять у него стрелами пока что смотреть что он будет делать это единственная по моему что к хоть какой-то урон ему наносит не ну то что он исчезает это меня вообще не радует я попал воу вот наверно по этим штукам можно бить а давай подходи ближе да вот это другое дело 11 стрел осталось но когда он исчезает по моему урона никакого не наношу так где-то получи я правильно все делаю стрелы это не бесконечные хе 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 о огнем точно да вот это было хорошо давай давай быстрее я понял нужно через огонь блин ну этот раз меньше я ему конечно урона нанес дайте стрел куда это куда это он попер я так и знал что эти штуки какая-то недобрая фигня ой ой это лазер или что это их нужно вырубать я понял так а щит мой что-то я нажимаю на блок а не срабатывает да ты блин наконец-то я добежал ну что ты делаешь там что-то мне кажется активировалось наконец-то сердечко выпало так огнем надо его как-то так подманить вот чтоб с этой стороны блин он появился опять он не там находится а я и куда ты побежал бери пушин стрелы бомбы да опять по шарабану опять он за эти штуки лазеры снимают сразу одно сердце это конечно очень больно и вроде бы как они так сказать чтоб сильно блин в цель летели нельзя сказать но ну попадают мне кажется я проиграл этот бой одно сердце а у него процентов 70 здоровья ни одного кувшина нет что же делать да погиб блин ну так конечно бой оказался очень тяжелым я прям даже не ожидал ну во первых я не знаю конечно что делать если про забраться в этом какие у него будут просто на секвенсы чтоб знать чегошеньки мне делать и я понял что через огонь когда стреляешь гораздо быстрее наносится ему урон и вообще мне кажется только стрелой с огнем ему и наносится урон ну посмотрим сейчас надо пополнить до конца жизнь пополнить максимум все что можно и еще раз сразиться я думаю что ну я надеюсь что с этого со второй попытки получится пройти сейчас в общем узнаем так дайте сердце эту заставку можно пропустить как и эту да ну ты ну ты что блин издеваешься как его так заманить чтоб он появился с нужной мне стороны а можно кстати стрелять в этот огонь когда он ой и когда я горю тоже кстати стрелы с огнем атакуют его блин ну две два сердечка разом это конечно не тот результат на который я рассчитывал на старте maybe иметь же меня там супер крутой почему я не наношу ему нормально урон на тебе по балде огненной стрелой еще разок да тут получше получилось ты блин полетел он к этим лазером опять одно попадание сразу блин сразу с этот снимается блин я думал кувырок может щитом закрываться ну что-то они сильно прям вся энергия растрачена вырубай блин три сердечко очень мало дайте мне хоть восстановить немножко сердца так делать где стрелы узнай наших десятку тебе просто да тут ему по шарабану стреляй не стреляй он к лазером и все двигает где ботинок там супер быстрый ботинок тут еще видите какая штука зависит от того как камера просто становится участок мне пофартанула давай беги есть таблину что ты в конце получил опять так лук быстро ой тут их четыре теперь этих сферы появилась где та самая которая нам нужна что ты делаешь пики блин вот это долго тут конечно топил блин опять опять эти лазер и три сердца и ну конечно четыре сферы когда появляются там надо максимально так у даже ты а запоролся блин потратил всю энергию так 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 лично так лично обходим нычимся нычимся что там со стрелами есть еще стрелы есть ты чё блин ну ты ж уже горишь стреляю в него хитрить колотить к джиму мне в печень два сердца и у него там в жизни тоже понт блин он опять попер к этой фигне дайте сердце чё камера камера покажи мне героя где он находится прошлый раз блин заглючил он куда-то убежал там в стену уперся в невидимую давай куда я выбросил куда я еще и выбросил этот вариант с этой стороны хоть ныкаться получается за пьедестал этот посредине ай давай давай беги олла беги я не пойму чем там не может слуга выстрелить нормально наверно вот этот да ну что ты делаешь опять блин не хватило я боюсь что теперь мне все-таки гайки да неужели неужели я его победил мое поражение ничего не значит это только начало но если мы игру на 50 процентов прошли то может быть конечно и начало было тяжко ага мы получили а нет это не ари жерелье это как она называется печать по-моему до 3 я сол богиня воздуха и света источник надежды и вдохновения пусть жители земли процветают под моим сиянием вместе с остальными богами мы восстановим порядок на земле они объединились печати по моему называется поправьте меня если я не прав я просто забыл опа и остров все-таки приземляется даже можно было не врубать и делать механизмы вращающийся он и так вы видите приземлился вернулся в общем на землю ура не существует слов чтобы выразить нашу благодарность ты вернул нам надежду на то что аркадия будет восстановлена ядро вновь порождает энергию протекающую по древнему королевству мы были ошарашены узнав что дух мезмирота все это время прятался в наших машинах боюсь что программа до сих пор работает ее цель возродить самого мезмирота после разрушения интерфейса тени мезмирота единственный способ каким мезмирот может вновь вернуться переместиться в другой механизм а единственный оставшийся аркадийский механизм это живая крепость оушенхорн впервые в истории людей из парящего острова наши исследования обретают смысл мы можем открыть врата к руинам аркадий для тебя но наверно придется вам открывать раз такое дело так магистр людвиг что он нам тут рассказывает смотри мы починили твою лодку теперь ты можешь отправляться к руинам аркадий подождите она же была летающая что значит починили открыть новый остров руины аркадий великолепно и так на что у нас с общим прогрессом 63 процента счет слабенько ну хотя бы победили этого мезмирота блин он реально был тяжкий ну с 3 бы раза я его точно бы одолел вот мне хотелось конечно как-то уже побыстрее побыстрее вообще было бы шикарно с первого не там я не понимал что делать оказывается там без огненных стрел не победить его дать поговорим еще раз с вами ребятками где не лодку подождите поставили пока дедуля она рассказывает боги на твоей стороне победи ошенхорна ради всех нас обязательно обязательно девушка на парящем острове меня ждут приключения где мне раздобыть меч или копье я буду жить подобно героиням из легенд сражаясь с монстрами и крадя сердца простых и деревенских парней от у нее там мечты а то на острове этого делать нельзя было это все чухня все это заблуждение вот этот живут и и счастья своего не знаю тут парень например вообще с места не сдвинулся хоть остров был в небе хоть на воде вот тяна теперь мы на земле по шарабану это древняя крепость выглядит довольно угрожающе что же может быть там внутри да в крепости мы уже там на сто процентов все зачистили ничего там сверхъестественного не было добро пожаловать мой магазин что тебя интересует меня интересует то что меня интересует у тебя нет кроме конечно вот в этих кувшинах сердечки по моему по моему зачищен этот остров на сто процентов не вижу наверное смысла тут сильно долго бегать давайте прыгаем в лодку смотрим сколько у нас на самом деле все-таки процентов выполнено на этом острове и пытаемся в новые местечки попадать не пытаемся отправляемся так давай поздравляю малыш ты справился однако это еще не конец ты должен сразиться с оушенхорном но перед тем как отправиться в путь не забудь хорошенько подготовиться но естественно в крепость оушенхорна мы отправимся в последнюю остров почти остров чего усопших остров усопших да и родной остров в общем еще что-то это крепость на это оушенхорна руина аркадий вау я просто в шоке сколько всего нового открылась так что у нас парящим островом на 88 процентов то есть не на соточку вот тебе и на мне нужен какой-то компас который бы четко показывал где остались блин сокровища потому что в другом случае на сто процентов не получится пройти просто игру пост остров сутри завершено вообще 33 процента так лиф остров отшельника остров бомб этот как она там шхера такое мощное название острова родной остров вот на родной остров нет любопытно и он тоже как бы не мелкий ребят что мы делаем мы наверное берем все таки небольшой перерыв я благодарю вас за то что вы составили мне компанию спасибо большое вот подписывайтесь если вы этого еще не сделали обязательно ставьте лайки мы продолжим самое ближайшее время узнаем чем закончится история хотя 63 процента до финала еще не близко тут новых островов появилась половина от того что мы исследовали некоторые еще даже до 50 процентов не исследованы так что нам предстоит тут еще не раз возвращаться в уже в посещенные места потому что очень интересно что же там осталось не найдено так что приключение впереди всем спасибо пока